Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня 24 июня и я хочу вам показать свои процессы. Также у меня есть одна готовая работа, которую я вам покажу. Я обещала вам показать плед, когда он у меня будет связан наполовину хотя бы. Итак, вот он мой плед. Давайте сразу по пряже, потом уже плед вам покажу. Вяжу плед детский из пряжи Ярнар Джинс, 50 грамм, 160 метров, 45% полиакрила, 55 хлопка, номер цвета 0,1. Беленький плед и он у меня связан практически наполовину. Немножко не успела я довязать его до половины, но решила сейчас подключиться. У меня доча сегодня сдаёт последний экзамен ЕГЭ. Я, конечно же, вся на нервах, думаю, чем бы мне себя занять. Я решила с вами поболтать. Итак, вот такой плед, вот таким обалденным классным узором. Очень красивый узор теневой. Вот такая красота. Он не сложный. Единственное, что этот узор требует внимания. А так вяжется, в принципе, не сложно. Примерно сейчас я прикидываю по размеру... Так, он у меня тут весь, конечно, не войдёт. Ну, вот так вот у меня сейчас готов. Примерно по размеру плед получится, я думаю, метр десять на метр десять. Но я его потом буду отпаривать, когда он у меня уже будет полностью готов. Поэтому где-то вот примерно пока прикидываю. Сейчас в таком состоянии его измеряла. Где-то метр три он пока. Но после отпаривания, конечно же, он больше станет. По расходу тоже спрашивали. Примерно, я думаю, у меня уйдёт восемь моточков на этот плед. Сейчас у меня вяжется четвёртый. Вот, как я вам уже сказала, не успела довязать до середины. Но примерно вот всё равно смогла прикинуть по размеру, сколько он получится. Вяжется, конечно, медленно. Но что сделаешь? Потихонечку, потихонечку я его довяжу. Я стараюсь его каждый день вязать. Хотя бы там два-четыре ряда, чтобы он у меня продвигался. Но вяжется. Очень нравится мне то, что получается. Я хотела теневым узором, именно чтобы он был не дырчатый. Он мне нужен будет для фотографий детских изделий. И поэтому мне нужен был именно вот такой сплошным полотном, без ажура. Ну, вот такая вот прелесть. Всё хорошо. Пряжа мне это нравится. С ней работать очень легко. Вяжу на спицах номер три с половиной. По петлям уже сейчас вам не скажу, сколько набирала. По пледу у меня будет мастер-класс подробный на канале. Тоже очень много было просьб. Сделаю мастер-класс подробный. Покажу схему. Объясню. В принципе, здесь только лицевые и изнаночные петли. Единственное, что схема нужна вам будет. Ну и по расчётам, по всему вам расскажу. По краю здесь у меня идёт платочная вязка. Также она будет по низу и по верху. Вот. Несложный плед, несложный вариант. Свяжет любой, кто захочет, я думаю, такой плед для малыша. Ну, вот потихоньку вяжется. Так, это у меня первая работа, которую вам хочу показать. Сейчас давайте покажу готовую, то, что я довязала. Итак, готовая работа, это моя маечка. Я её довязала. Давайте сразу по пряжи. Вязала из трёх оттенков. Три оттенка использовала. Пряжа Ярнар Джинс. Та же, что на плед у меня идёт. Также из обозначения. Давайте ещё раз повторю. 55% хлопок, 45% полиакрил. 50 грамм, 160 метров. Так, номер цвета серенький 80. Голубенький 75. Ну, и белый я вам сейчас показывала только что, 0,1. Вот, по расходу на 44 размер у меня ушло 145 грамм. То есть, получается, от каждого моточка у меня там буквально по чуть-чуть осталось. Практически вот три моточка ушло понемножечку. Так, ну и что же у меня тут получилось. Вот это низ. Начинала с голубого цвета. Использовала вот такой очень красивый узор. Дальше перешла на серенький. И после серенького перешла на белый цвет. Вот так оформила верх. Решила здесь... Сначала думала крючком обработать, но крючком обработала я проймы. Вот здесь все аккуратненько, хорошо получилось. Вот. Я уже слегка отпарила с изнанки. Не закручивается. И все здесь хорошо. А горловинку я обработала, как обрабатывала в своей маечке, жасмин. Мне очень понравился тот вариант. То есть я здесь подняла петли. И провязала два ряда лицевых. Или один. Так, девочки, ну в записях потом посмотрю. В экспресс мастер-классе все будет это. И потом связала две вместе накид, две вместе накид. Снова один ряд лицевой. И закрыла просто по две петли вместе. И вот такой аккуратненький край получился. Вот так. Плечевые швы сшила своим любимым способом. Матрасный он, наверное, называется. Но тоже в экспресс мастер-классе. Все покажу. Подробные у меня не получаются. Девочки, я знаю, что вы просили прям по петельной. Но никак вообще. Сейчас с этим выпускным у нас каждый день репетиции. Завтра уже выпускной. Поэтому очень занятые мы все это время были. Уже скорее бы все это закончить. Устали мы за этот месяц очень сильно. Из-за детей переживаем. Два экзамена они у нас уже сдали. Дочь от ПТУПО довольно неплохо сдала русский математику. Ну вот сегодня последний у нее экзамен. Весь класс уже сдал. Она одна информатику выбрала. И вот последняя сдает сегодня. Ну аж ладошки потеют. Как переживаю. Но надеюсь, что все у нас получится. Так. Ну вот такая вот маечка получилась. Я здесь сделала немножко поглубже вот этот вырез. В жасмин у меня он идет более глухой. Я вам давайте ссылочку на жасмин оставлю. Я знаю, что очень многие маечку то вязали. Мне нравится модель. Может быть вас тоже заинтересует. Оставлю вам ссылочку. Здесь поглубже сделала вырез. Но тоже неплохо получилось. На себе сейчас не смогу показать. Это уже в готовых работах. Я вам сейчас покажу на манекене. Как это все смотрится. Ну вот так. Такая вот красота. Спорные идут, конечно, мнения, что летом такие маечки носить нельзя. Какое у нас лето, девочки. У нас сейчас опять такой холод. Мы так переживали, как у нас выпускной пройдет. Прошлая неделя была очень жаркая. Эта неделя прям холодина. По утрам даже доходило до 2 градусов всего лишь. Сейчас по утрам, по-моему, у нас в районе 7. Днем до 17. И прогревается воздух. И то не каждый день. На завтра вообще 15 на день. В общем, такие маечки этим летом вполне в нашей Сибири можно носить. Ну вот так. По поводу экспресс-мастер-класса. Скорее всего, на следующей неделе я постараюсь делать. Сейчас у меня завтра и выходные все заняты. Постараюсь на следующей неделе отснять экспресс-мастер-класс. И выложу на канал. Посмотрите. Еще хотела по пряже сказать. Вот смотрите. Голубой цвет. По тактильным ощущениям. Голубой цвет очень мягкий, приятный. Прям, я не знаю, его очень приятно трогать. Тактильно он к телу приятный. Серый цвет слегка погрубей. А вот белый цвет грубоватая пряжа. Я вот и плед вяжу. Я, конечно, понимаю, что после ВТО она помягче станет. Но вот, наверное, за счет отбелки, за счет пропитки белый цвет пожестче. Если будете приобретать, допустим, эту пряжу разных оттенков, имейте в виду, что они тактильно разные. Даже вот я, когда вязала голубой цвет, было приятнее рукам вязать, нежели белый цвет. Ну, ничего страшного. Я маечку слегка приталила. Сделала две убавочки вот здесь. Мне кажется, так лучше по фигуре сидят такие изделия. По спинке еще вам не показывала. Давайте покажу по спинке. Тоже здесь просто вот такие переходы, лицевая гладь. Вот. Вот так все это выглядит. Она у меня еще не постиранная. Вся в заломах. Я сегодня ее постираю для того, чтобы на следующей неделе она была уже у меня готова, высохла. И я смогла экспресс-мастер-класс отснять. Спрашивали по следикам. Когда будет мастер-класс по следикам, не получается. Сейчас пока это нужен подробный мастер-класс снимать. Очень много времени. Поэтому немножко я сейчас освобожусь. И сниму мастер-класс по следикам, который вам недавно показывала. Ну, вот такие у меня пока продвижения. Джемпер мой одуванчики, который я вяжу желтенький. Я к нему не прикасалась, не было времени. Там мне нужно два рукава связать. Ну, вот сейчас освобожусь, займусь рукавчиками. И планирую начать, ну, хотя бы парочку новых процессов. Будет что-то детское. Скорее всего, для младшей дочи буду вязать. Может быть, тунику, либо маечку летнюю. Я все-таки надеюсь, что у нас в июле придет лето, и мы поносим еще. Круп-топ, может быть. Ну, вот разные варианты у меня есть сейчас на примете. Что-то детское. И так, что-то еще я хотела. Ну, вот мастер-класс по следикам тоже буду снимать. И еще какую-нибудь модельку придумаю. Либо детское, либо взрослое. Обязательно что-то новенькое начну. В ближайшее время во влогах вы, конечно же, все увидите. На этом буду заканчивать. Огромное спасибо, что посмотрели меня, послушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Очень много всего интересного ждет нас впереди. Всем до новых встреч. Пока-пока!